здравствуйте друзья гости моего канала приветствую всех кто любит цветочки у кого есть дача вообще просто те кто любит все интересное и красивое сегодня я хотела бы вам немного рассказать о дыне эфиопка эту дыньку я посеяла прямо в грунт грунт где-то в мае месяце конечно мне этот сорт очень понравился я извлекла кое-какие уроки ничего особенного я с ней не делала поливала да поливала иногда удобряла и что я для себя друзья отметила отметила я вот что пришла к выводу чтобы она все таки у меня успевала вызревать ее надо в рассадным способом выращивать сначала рассаду а потом уже в грунт потому что она не не успела у меня дозреть много у меня таких вот дыня которые не дозрели я конечно же их потом занесла домой осенью в темное место теплое и они у меня там дозревали у меня есть такое видео короткое я об этом рассказываю можете посмотреть ссылочка будет в описании вот такой я для себя опыт сделала и те люди кто живет таких регионах где благоприятные условия для ее выращивания конечно же могут воспользоваться таким методом то есть рассадным у кого-то есть теплицы можно тоже поэкспериментировать в общем информации в интернете предостаточно а сейчас я еще хотела бы немного рассказать об этой дыньки и узнать о ней более подробнее среднеазиатский хоросан и персия еще в девятом веке были местами где выращивались дыни подтверждается это средневековыми гравюрами позже дыни распространились по всем азиатским просторам и на африканском континенте в европе растения стали выращивать с 15 века более чем за 10 веков человек вывел очень много сортов этой бахчевой культуры одним из самых популярных отечественных сортов считается дыня эфиопка появилась эфиопка благодаря деятельности русских селекционеров которые доказали что бахчевые культуры способны плодоносить в средней полосе россии на урале с целью создания сорта была адаптация теплолюбивого растения в условиях среды с умеренным климатом создан сорт в 2013 году своему названию эфиопка обязана сходству размером вкусом с дынями выращенными в африке второе название сорта ромашка из-за формы плодов сорт эфиопка относится к среднеранним плодам необходимо около трех месяцев со времени появление ростков для достижения полной зрелости дыня эфиопка самоопыляемый сорт поэтому из каждого цветка появляется плод один куст эфиопки дает урожай из пяти шести дынь если уменьшить количество завязей количество плодов уменьшится но увеличится их размер и вес плоды дыни имеет равномерный окрас способность эфиопки хорошо переносить жару из-за толстой кожуры помогает избежать образование загара ожога от прямых солнечных лучей дыни имеет белую плотную сочную ароматную мякоть вкус спелых плодов достигающих веса 4 5 иногда 7 у меня друзья вот было около пяти килограмм моя эфиопка весила вот я считаю это хороший результат а вкус спелых плодов достигающий веса 4 5 иногда 7 килограмм экзотически имеет медовые нотки да очень вкусная мне понравилось плоды хорошо транспортируется благодаря плодной кожуре хранятся дыни 30-40 дней эфиопка не боится мучнистой росы и тли эфиопка употребляется свежей а ее мякоть можно заморозить высушить из дыни получается вкусная пастила и варенье друзья надеюсь видео вам понравилось ставьте лайки этим вы поддержите канал и подписывайтесь кто еще не со мной до скорой встречи а с вами была я светлана запах великолепный аромат